Доброго праздничного вечера всем любителям белорусского футбола! Это было сегодняшним, таким, как я уже подчеркнул, прервый круг нашего чемпионата между Жодинским Торпедо Белас и Гродненским Неманом. Если, который для команд завершится этим матчем, далеко не такая радужная ситуация у обеих команд, у обоих коллективов, занимается игр. И если это мы говорим о чемпионате. Прозвучал стартовый свисток от Алексея Кульбакова. Обслуживает сегодняшний матч, не побоюсь этого слова, самая статусная. Бреки Бате в последнем туре и Брестский рух. И со счетом 1-0 сильнее оказался Солигорский шахтер. И вот атака, Торпедо, передача в штрафную. И Сергей Курганский как спасает свои ворота после этого прострела. Жодинской команды пошла подача, удар и с ленточки снимает защитник Гродненского клуба. Этот мяч, браво, мы говорим обороне. Жид у нас, если я не ошибаюсь, Георгий Кантарий. Идет подача, удар. И спасает ворота своей команды. В штрафную площадь грузинский защитник. Пошла мощная подача. Выбивает мяч Бушма. Дальний удар и выше ворот. Нам торпеда. И в атаке находится теперь Жодинская торпеда. Нет здесь офсайда, удар и автогол. Гол, дамы и господа, срезает защитник Гродненской команды. Мяч в свои ворота. Команды стал таким вот столбом для этого мяча. Но пока объявляют у нас Павла Клиньо. И все-таки нет защитника. Видим мы на повторе, что Павел Клиньо собирает выступать за свою команду. А пока посмотрим, чем ответит Гродненский Неман. И вновь с мячом. Футболист из Жодинской команды. Мяч уже в штрафной. Может быть достаточно опасно, но не доходит он ни до команды торпеда. А пока ответ Жодинской команды. Ситуация в 3-3 у нас наблюдается. На левом фланге атаки мяч. Доходит он до штрафной площади. Подача и... Не уходит мяч за пределы поля. Продолжают его Жодинские футболисты контролировать. Прострел. Неудачно тут, конечно, играет Сергей Курганский. Но внесли в составы команд. А пока подача от торпеда. Выносится мяч защитниками Немана. Но удар вторым темпом. Разворачивается коротким пасом атака. Но не проходит эта комбинация. Прерывает ее Иван Садовничий. В очередной раз упоминаем мы этого защитника Немана. Пока мы говорили про геройство Садовничьего. Пробивает футболист Жодинского торпеда в штангу. Ведет в этом первом тайме Жодинская торпеда Белас. На 23-й минуте годник Алимардон Шукуров. Ждем мы от этого парняния Алексея Кульбакова. Но возвращает себе мяч торпеда в достаточно перспективной ситуации. Сейчас находится Жодинская команда. Удар поворотом и никаких проблем для... А пока подача от Шукурова на дальнюю штангу. И достаточно опасная попытка пробить. Но попытка идет... Получил повреждения. И все-таки нет индекса инстата, о котором мы с вами ранее говорили. Готовится и в составе Жодинского торпеда Эрнест Астахов. Украинский футболист 98-й сборная. А пока атака торпеда. Хотел я закончить момент с... Каждый раз, когда играют эти сборные в международных играх. А пока у нас угловой. В пользу Жодинского торпеда. Торпеда следует. Это попытка. Контратака торпедовцев. Отличная передача на левый фланг. Может быть опасно. Прострел. Удар и выше. Как же так не попадает нападающий торпеда поворотом. Как... Прекрасный момент создавал для своего партнера Кирилл Леонович. Отлично вырезал. Идут в атаку гродинские футболисты. Подача на дальнюю штангу. Уже проскакивают такие слова из белорусского языка. 2-1. А пока в прямом эфире идет игра между англичанами и украинцами. Момент у Немана какой возникает под наши разговоры. Но идет мяч. И, закончуя мысль, 35. Первая минута сейчас идет в противостоянии украинцев и англичан. Киперу все-таки в свои владения возвращаться. Удар. И забивает Ильяман. Забивает все-таки гродинская команда. Тут уже без разницы на желтые карточки. Снимает забивший футболист. Спасает свою команду в этом матче. Подача со штраф... Подача у нас пошла. С угла поля. Доходит мяч до Юрия Козлова в центр обороны. Снова заброс на угол поля. Прострел. Удар. И удар выше. Но при этом угловой. Игра без купюр и без фальши. И удар мимо идет. Выше ворот сейчас пробивает. Знаете, при всей крутости Немана в последние минуты все-таки игра чуть более ничейная. Потому что очень много все-таки сделала и торпеда. Но неудачная передача. Шанс на контратаку для гродинской команды. Летит Неман в свою, возможно, последнюю атаку. Передача во фланг. Прострел. И прострел неудачный. Но аут в пользу Немана, который не дает уже подать Алексей Кульбаков. Заканчивается основное время со счетом 1-1. На гол Павло Клинье на 23-й минуте на 92-й.